Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам с нотой алкоголя. Алкоголь в ароматах я люблю, но для меня эти ароматы с нотой алкоголя воспринимаются как такие ароматы для вечеринок, на выход, не на каждый день. Нет, не на каждый день категорически я это носить не буду. Также хотела небольшое вступление сделать по поводу предыдущего видео, по поводу видео о ароматах с нотой бабы тонко. Я чувствую ноты, не знаю, 7 лет практики, все-таки как-то меня научили различать. Ваниль тонко, мускусы разные, амбру разную. То есть, конечно, это практика. Я постоянно провожу параллели и немножечко изучаю, насколько это возможно. Я этим не живу, но это мое большое влечение. Я их просто иногда чувствую в сердце, что там это есть. Поэтому то, что я говорю, не надо воспринимать на 100%. Это чисто мое ощущение. Я не претендую на звание какого-то там парфюмерного критика и знатока, ни в коем случае. Это все любительское, но это все настолько у меня идет с душой. Я просто в этом во всем с головой погружаюсь, когда говорю об ароматах. Если вы чувствуете, тоже прекрасно. Если вы чувствуете какие-то другие ассоциации у вас с этим ароматом, тоже прекрасно. Мы все разные, у нас у каждого свое восприятие. Все. Начнем про ароматы с нотой алкоголя. Первый аромат с нотой алкоголя, я начну, пожалуй, с него, я его разбила. У меня была вот такая пробирка от Maison Martin Margiela, аромат реплика Jazz Club. И я ее благополучно грохнула перед тем, как освобождала тут пространство, перед тем, как записать видео. Аромат моего мужа. Я его носила пару раз, но когда он его стал носить, когда он на нем просто прекрасно раскрылся, я уже не думала его носить, забирать у него тем более. И вот он наслаждался этим ароматом. Jazz Club. Jazz Club. Jazz Club. Идеальное название для этого аромата. Очень атмосферный. Очень, знаете, вот как маленькое кино. Клуб, приглушенное освещение, может быть, даже свечи. Такой дубовый интерьер, дубовая мебель, запах сигар и дорогой коньяк. Вот и для меня Jazz Club это аромат с нотой дорогого коньяка. Я не знаю, какая нота там заявлена, но я слышу, чувствую именно коньяк с согретой вашими руками, теплом ваших рук в красивом бокале. И вот эти вот пары коньяка, когда вы только подносите этот бокал, вот они там появляются. Я чувствую так, там нет ни виски, там нет ни каких-то коктейлей. Для меня это только коньяк. Коньяк и вот эта вот джазовая музыка. Очень атмосферный аромат, очень такой благородный, дорогой, красивый. Очень красивый и стойкий. Несмотря на то, что это туалетная вода, ну не знаю, у меня у мужа все свитера им пахнут. Вот такой вот парадокс. Класс. Класс. Следующий, следующий аромат совсем другой уже по настроению, буйный, буйный, такой зажигательный. Это Бараонда от Носомата. И здесь, конечно же, виски. Я когда первый раз его вдохнула, когда я его нанесла на руку в магазине, я почувствовала сразу вот ноту виски, древесные ноты и виски. Я небольшой знаток сортов виски, какие хорошие, какие нет, но ирландские, скажем так. Хорошие, выдержанные, из бочек ирландская виски. Вот что-то такое. Знаете, когда вы заходите в какое-то помещение, в ресторан или в бар, или просто кому-то в гости, где вот уже идет в разгаре вечеринка, вот эти пьяные алкогольные пары от всевозможного алкоголя, от коктейлей, от виски, от коньяка. Вот они поднимаются в воздухе, много-много народа, все возбуждены, все танцуют, все общаются. И вот в этом помещении стоит вот такой вот дух. И вот этот аромат очень хорошо передает настроение вот этой вот толпы, которая веселится, которая радуется, которая двигается. Вот он такой. Я его люблю как раз носить на вечеринке, он дает нужное такое, нужное настроение. Следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать, конечно же, мадам, вот Джан-Поль Готье. Он у меня уже очень давно и до сих пор вот совершенно мне не надоел. Аромат очень необычный, очень яркий, очень такой специфичный. До конца я не понимаю, что там лежит. Заявлена нота гренадина, там это все, безусловно, есть, немножко горечи, немножко пряности. Он очень спиртовой, спиртовый. Вот когда вы наносите вот, например, два предыдущих, вы не чувствуете вот этот яркий всплеск спирта. Здесь он сразу бьет в нос, но вот он какой-то, знаете, не противный, а охлаждающий слегка даже, освежающий, очень классно звучащий. Потом это все уходит в какую-то пряность, немножко кислинку. И вот наступает вообще полная красота, когда уже приходит роза. Я слышу здесь розу, я не знаю, есть ли она здесь или нет. У меня этот аромат в туалетной воде, в туалетной воде, невероятно стойкий, невероятно шлейфовый. Классно, ладно, скроенный, вот просто необычный, прекрасный аромат. Попробуйте, если есть возможность его потестить, обязательно познакомьтесь. Следующий аромат, которым я хочу вам сказать, это, конечно же, Evres от Eves Saint Laurent. У меня вот в такой версии, сейчас они идут в кубиках. Это шампанское, шампанское и персики. Это у меня туалетная вода, тоже очень стойкая. Если вы не любите ноту персиков, шампанское в этом аромате вам не поможет, потому что на мой вкус, на мой нос, здесь очень-очень много персиков, таких уже немножечко забродивших, даже в какой-то момент перебродивших. Вот таких вот мякоть, именно вот эта персиковая, здесь очень ярко слышна. Ну и шампанское, пузырьки, веселье. Он классный, он классный. Для меня это аромат на отдых, для меня это аромат куда-то поехать отдохнуть, в отпуск. Не на каждый день, нет, не каждодневный. Все вот ароматы, которые я вам покажу и показала уже, нет, они не каждодневные. Для меня они вот такие вот под определенное настроение, настроение праздника. Вот такой аромат Evres. Если сравнивать с кубиком, кубик тоже хороший. Если вы прям вот не можете найти себе старую версию, купите кубик. Никаких там вот прям криминальных сильных отличий нет. Дальше я вам покажу три аромата, в которых нота алкоголя не заявлена, но я их там слышу. Очень хорошо. Первый, вы, наверное, удивитесь, это будет Serge Lutens La Fille de Berlin, берлинская дева. Аромат с очень красивой розой, но я с ней слышу также вино. Красное вино, такое причем французское, дорогое, медок. Знаете, вот вино-медок, выдержанное, такое вот прям вот, чтобы с осадком было в бутылке, вот вы наливаете, и вот немножечко осадка даже, чтобы было. Цвета крови бордовая. Невероятно вкусное. Много его не выпить, потому что оно, оно вот густое. У него густой, насыщенный, дурманющий вкус, вот бокала, вот этого вино-медок вам хватит вот просто на весь ужин. Им не напьешься, не дай бог вам, его перепить, потому что может быть плохо. Оно очень насыщенное, оно вот прям роскошное. И вот здесь я вот это вино чувствую. Роскошную розу, одну из самых любимых, и вот красное, благороднейшее вино французское. Вот что-то такое, не знаю. Следующий аромат, в котором я чувствую алкоголь, это Ananda Black от бренда Mikalif. Его здесь нет, но здесь присутствует нота сливы. А для меня слива иногда дает такую ликерность аромату. Ликерность, тягучесть, пряность. Иногда, смотря в какую погоду тоже, смотря в какое настроение, иногда я слышу здесь глинтвейн, специи. Ну вот безусловно, вот в любой, в любой, в любой вообще атмосфере я чувствую здесь ликер. Сливовый ликер или сливовое вино, или с бальзам какой-то, да, сливовый. Такое вот что-то вот прям густое, сладкое. Ну здесь еще, конечно, туберозы. Ну, ликер, да. Ликер я тут чувствую. Его здесь, конечно, нет, но вот за счет сливы она вот может давать такие отголоски. Отголоски алкоголя. Вообще много ароматов со сливой, которые могут давать такие ассоциации. Напишите, если у вас так же. Вот у меня срабатывает на этом аромате это очень сильно. И следующий аромат, который я вам покажу, у меня вот в таком маленьком пробнике, это Боттега Винетта, Эду Велюр. Вы знаете, моя любимая Боттега Винетта, это классическая. А Эду Велюр, вот она так выглядит, она более мягкая, действительно велюровая. Очень удачное здесь название. Велюр, бархат, вот что-то такое приятное на ощупь подходит этому аромату. А если предыдущая, классическая, она больше такая шершавая, кожаная, замшевая, то здесь это все есть, но здесь это все скрашено какими-то ягодными. Вот ягодными или керными нотами. Я здесь слышу вишневое вино или вишневый ликер. Я не знаю, есть ли здесь вишни, есть ли здесь слива, но вот я здесь чувствую это. Эти мне, наверное, этот аромат нравится тоже. Я уже сто раз говорила, что я не знаю, какую я куплю, когда у меня Боттега классическая закончится, этот или классическую, или Велюр. Но вот в Велюре мне нравится вот какой-то такой сладкий аккорд. Сладкий, слегка алкогольный, повторюсь. Прекрасный, прекрасный аромат. Вот на этом все. Все ароматы с алкоголем, которые вот у меня есть, я вам показала. Вот так вот прям припомнить какие-то ароматы, которые я пробовала, нюхала где-то в магазинах. Я, к сожалению, не могу. Напишите, какие ваши любимые ароматы с нотами алкоголя, с алкогольными нотами. И я с удовольствием напишу вам, знаю я их или не знаю. Или попробую тоже, если они такие прям классные. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.